Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководителей структурных подразделений и органов районной администрации. Первым на оперативном совещании выступил начальник МОИ МВД России Люберецкий Евгений Романцев. По его словам, на прошедшей неделе в полицию поступили 1720 обращений граждан. Было возбуждено 52 уголовных дела. Из них 44 преступления полицейские раскрыли по горячим следам. Также за неделю было 153 ДТП и 6 пострадавших. Больше всего так за неделю ничего не произошло. В субботу в Подмосковье прошел общий областной выпускной бал. Глава городского округа Люберца лично поблагодарил начальника полиции за меры безопасности на праздники. На территории комплекса «Патриот». И я оценю, что прошел на таком хорошем, очень хорошем, организованном уровне, с очень хорошей программой. Ну а что касается сопровождения, ГАИ, все было на высочайшем уровне. Все, кто к этому был сопричастен, огромное спасибо, потому что на самом деле работа была проведена очень серьезная. О пожарной безопасности в округе доложил Павел Иванов, начальник Любрецкого гарнизона пожарной охраны. По его словам, от жителей поступило 34 вызова. Пожарные ликвидировали три пожара. Один пожар произошел на территории сегодня ночью городского округа Держинский в многоквартирном жилом доме. В результате пожара пострадавших нет. И два пожара произошли на территории городского округа Люберца. 21 июня Люберца, Смирновская, дом 16, дробь 176, квартира 20, пожар в квартире без пострадавших. И 22 июня Томилина, птицефабрика, у дома 30, автомобиль. Также власти округа уже начали проводить мероприятия по подготовке к зимнему сезону. Общая готовность к отопительному сезону Люберецкого автоканала составляет 35%. Общая готовность Люберецкой теплосети составляет 32,2%. Завершены подготовительные работы на 12 котельных, 17 ЦТП, проведена опрессовка 71,7 километров сетей. На совещании обсудили состояние дорог в Люберецком округе. Кошено порядка 12 километров автомобильных дорог. Вывезено и утилизировано мусор с 65 метров кубических. Проведена очистка межбарьерного пространства дорожного полигона под тросовыми ограждениями МБО 41 357 погонных метров. А также осуществлен вывоз грунта 28 метров кубических. Помимо этого, в округе с 19 июня по 25-е выполнялись плановые работы по очистке проезжей части дорог и тротуаров от мусора. Из городских улиц и проездов вывезено 124 кубических метра мусора и смёта. Общее количество техники, задействованного в уборке, 61 единица и 142 человека. Также проводился покос зелёных насаждений вдоль автомобильных дорог. Проводились завершающие работы по ямочному ремонту в городе Люберце. Напомним, продолжается формирование нового состава общественной палаты городского округа Люберце. В новом составе ошитается 45 членов, которых выберут из самых активных жителей. Екатерина Скриджалина, Дмитрий Шарапов, Дмитрий Ратьянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.